Манька, вон она такая, кормилика наша. Лежит. Деловая. Туда пойдешь? Не пошли. Ну-ка, она какая деловая? Да. У кота Матроскина корова была рыжая и по квитанции. У Долгановых коричневая, с белыми пятнами. И по соцконтракту. Февралька в семье не только всеобщая любимица, но и кормилица. До недавнего времени доход супругов не превышал прожиточный минимум. Не опускать руки в трудной ситуации, а дойти имя корову. Такое решение приняли на семейном совете. Покупка животного оказалась делом затратным – 35 тысяч рублей. Сумма для супругов неподъемная. За помощью отправились в местный центр соцобслуживания. Для получения социального контракта семья обращается с заявлением к нам в центр, предоставляя документы о составе семьи и о доходах. Далее специалист центра проводит собеседование с заявителем. Составляется программа социальной адаптации, в которой прописываются этапы мероприятий, на что они потратят денежные средства. Вскоре февралька принесла теленка. Ему, чтобы не заскучал, прикупили подружку. Поголовье увеличилось. Еще в хозяйстве – кура и поросята. Пока муж на работе, хранительница очага Юлия колдует возле сепаратора. Сливки, творог, домашний сыр на столе изобилие. Младший сын Федор спит. Дочки постарше – Татьяна и Виктория – приобщаются к труду. Мы поймем телят, корову, помогаем маме с папой, сгоняем телят. Больше 20 литров молока в день Долгановы не только себя обеспечивают, но и соседям продают, когда те просят. Своим нынешним положением семья вполне довольна. Теперь соцконтракт другим советуют. На этот вид помощи из областного бюджета с каждым годом направляют все большие суммы. На сегодняшний день заключено 5430 контрактов, что позволило увеличить среднедушевой доход малоимущих семей в среднем на 26%. Всего в этом году на оказание помощи по социальному контракту в бюджете региона предусмотрено почти 57 миллионов рублей. Татьяна Потоцкая, Анастасия Гончарова, Алексей Гриднев. Новости губернии. Большечерниговский район.